Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Ховата Левовод. У нас идет девяносто девятое занятие. Находимся в вратах пятых посвящения наших дел. Тема наша это попытка нашего второго я под названием дурного побуждения сбить нас с пути. Какого пути? Пути соблюдения повелений, пути Торы, с пути Творца. Для этого он был сотворен, это его цель. Говорили, много подходов есть у этого дурного побуждения. Реальность эта, она существует сама по себе, и она всего лишь видоизменяется, и никогда нас не покидает, никогда-никогда не прекращает нас испытывать. И что бы ни произошло, то ли мы его побеждаем, то ли наоборот, не удается нам его победить. Он никогда не теряет, никогда не перестает свое воздействие на нас. И продолжает все время подставлять нам ножку, как называется, подставлять нам ногу, какую-то другую ловушку ставить нам. Вот мы разобрали на прошлый раз, как человек, который уже прошел все стадии искушений, и он уже крепок в своей вере, и он уже должен исполнять повеления Всевышнего. Уже все ясно, очевидно, уже нет никаких ни в чем сомнений. Ну, теперь надо выполнять, теперь надо конкретно. Но тогда приходит это дурное побуждение уже в другой форме, и, что называется, перенаправляет это на желание понравиться другим людям. То есть занимает, забирает у человека совершенно необходимое то самое намерение во имя Всевышнего. Для кого мы делаем эту митцву? Для кого мы ходим молиться? Для кого мы исполняем ту или иную митцву повеления Всевышнего? Для него приходит дурное побуждение и хочет украсть у нас это, и крадет. Как она это делает? Говорит, смотрите, вы посмотрите, надо, чтобы вы произвели хорошее впечатление на людей. И так, так как в нас еще с детства встроено это желание все время быть угодным другим людям, вообще в нашем повелении во многом оно зависит от того, а что обо мне скажут, то и в области исполнения митцво, в повелении точно так же человек начинает исполнять в надежде на то, что его оценят, заметят, похвалят, посмотрят на него, вообще, он соблюдает, не соблюдает. Это у нас одна из наших болезней. Может, кто в этом рождается в еврейской жизни, это менее подвержено этому, а для нас, для многих из нас, которые, может быть, и пришли в мир еврейский по самым разным причинам, и одна из них может быть как раз в том, что я хороший. Сейчас, когда я исполняю все повеления, ну, смотрите, я же хороший, а если я хороший, то что? То, по-видимому, нужно меня похвалить за это. Надо обратить внимание, что я такой, по крайней мере. Надежда на какую-то похвалу, вообще, она просто на цуми, на что у нас заметят, просто на внимание, что называется, она совершенно для нас, конечно, ноги разрушительны. Разрушительны в прямом смысле, что мы ожидаем, а когда не получаем, мы прекращаем усердствовать, прекращаем исполнение порой. Почему? А если никому не нужно, то что я буду исполнять этим исходом? Этим исходом исполняется в никакой связи с мнением других людей. Надо выполнять только потому, что повеление всего, значит, только для него, только для Творца, только для него, не для кого-то другого, не для того, чтобы произвести впечатление других людей. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз, позапрошлый раз, крадет у нас это дурное начало, это намерение, которое должно, должно быть в нашем сердце, чтобы исполнение всех заповедей, оно было только во имя Всевышнего. Представьте себе, что мы перебороли разумными аргументами, убедили, самого себя изгнали для нашего соперника дурное побуждение. Ну, он нас оставит, но они нас оставят. Он скажет, хорошо, вы сильны, вы сильны, дорогой. Ну, ничего, я тогда зайду с другой стороны. С какой стороны? Все, исполняй, все, все исполняй. Но не надо быть фанатом. Спокойно, так, знаете, без особых усилий фанатических. Ну, как по-человечески. Нормально, нормально. Всегда, смотрите, каждый человек всегда, он говорит о нормальности. Естественно, имею в виду себя. Почему? Потому что он начало координат, он нормально. Все остальные, то ли фанатики, то ли вообще никто. И это от того самого же начала, которое мы называем дурное побуждение. Он хочет просто усыпить человека, хочет перенаправить все его силы по-простому. Занимайся своими делами. У тебя что, их не хватает? Есть быт, его что не надо устраивать? Конечно, Тора запрещает, не запрещает. Ну, устраивай бы. Человек находится постоянно в этом состоянии бытового устройства, решения всяких проблем. Все необходимо, да. Он занят им постоянно. Что это включает? Молитву. Это включает учебу. Это включает все. То есть, получается, что это дурное побуждение сделает. Оно пользуется тем, что, в принципе, разрешено. Естественно, что надо устраивать быть свой. После того, как пришло проклятие в мир. Нам приходится заботиться о своем насущем. Никуда не денешься. Но что делает дурное побуждение? Берет Трэмп, подсаживается к этому и говорит, отлично, занимайся своими делами. Продолжай устраивать свой быт. Ну, и в молитве подумай об этом. Посередине учебы ты не сможешь сосредоточиться, потому что тебе надо такую проблему. Отцу надо позвонить, надо сходить, это надо сделать, ему надо сказать. Все правильно. Только у тебя не будет ничего, ничего не останется от еврейской жизни. Это его самая основная уловка, которая есть. Это называется мелюмада. Называется вы будете все делать, но только механически. Автомат. Без сердца. В принципе, это место в каком-то смысле центральное тут. Как книга называется? Заповеди сердца. Исполнение заповедей должно исходить из сердца, должно исходить из его намерения, правильное, которое есть. Мы, в принципе, посередине книги, там все, тут сердце находится. И, в принципе, тема, о которой мы в прошлый раз говорили, это тема чуть ли не основная, это основная, большая проблема наша. После того, как проходит у нас первое восхищение, я знаю, там, воодушевление, исполнение повелений, приходит привычка. Снова и снова молитва, благословение, исполнение многих митцовок становится как рутина. И тогда мы просто начинаем выполнять это чисто механически. Вся еврейская этика, то, что называется, мусар, она направлена против одного вот этого самого основного, того, что самым простым образом, самым мощным образом дурное начало это забирает у нас, забирает намерение. Оно хочет же все было без головы, без наберевания, без сердца. Исполняй, но без него. Об этом мы говорили в прошлый раз. Давайте себе представим, что подобный соблазн, но человека не подействовал. Сколько таких людей есть? Мы сейчас, если в предыдущие занятия, все, о чем мы сейчас говорили, относятся ко всем нам. Это наша самая центральная, самая обсуждаемая должна быть тема. На самом деле, надо было не еще добавить еще, я знаю, 10-20 уроков, чтобы говорить об этом, только об этом пока из ушей бы не вышло. И не знаю, может, тогда до чего-то дошло бы сердце. Но мы продвигаемся по книге, это много, все в записи, можно прослушать это снова. Мы давайте перейдем на категорию людей, которые они в меньшинстве. Но тоже о них надо поговорить. Тоже среди наших найдутся представители такие. Смотрите. Есть люди более сильные. То есть они способны иметь намерение. Способны. Они способны выгнать эти, как мы их называем, посторонние мысли. Не посторонние, а твои. То есть от твоего же дурного побуждения. Способны с этим бороться, способны с средоточественной учебой. Способны, способны, способны. Или те, которые менее способны, но сила воли позволяет им преодолеть это. Что остается этому дурному побуждению? Он видит, тут он не побеждает, они сильнее его. А он что, отчаивается? Нет. Теперь обратите внимание на тактику. Он сейчас занимает противоположную позицию. Если он раньше с тобой воевал, он сейчас вдруг становится тебе самым большим другом. Но когда оно потеряет надежду соблазнить тебя вышеупомянутыми приемами, оно постарается сделать это, убеждая тебя отдалиться от угодничества. Оно скажет тебе, невозможно тебе служить Богу от всего сердца, пока ты не удалишься от угодничества перед людьми, как в малом, так и в большом. А сделать это можно не иначе, как скрывая от людей свои дела, представляя себя их взору не таким, каков ты на самом деле. Мы сейчас получаем совершенно другой, совершенно другой, с другой стороны подход. На 150 градусов. С таким человеком автоматизм не пойдет. Это он преодолеть. А предыдущие, помните, мы говорили о том, что к нему подходит как? Ну смотри, ты такой достойный человек, ты умеешь действительно молиться, молиться, учиться, учиться. Ты должен получить от людей вокруг тебя признание. Тебя должны заметить. Ты должен быть кем-то, чем-то. Вер, но он же, как мы говорим, человек уже, который поднялся еще на ступень, еще ступень. Что сделать с таким это дурное побуждение? Она его оставит? Вовсе нет. Она скажет, ты прав, молодец, ты действительно праведник. Но только знай, истинная праведность, она состоит в том, что ее необходимо скрывать. Слышите? А если ты открываешь свое праведение, значит, ты неправедный. И тогда что? И тогда ему просто дается такой тихо, она уже советик. Смотри, тихо, тихо, ты смотри, не показывай свою праведность. Вообще надо быть как все. Не выделяйся. Не выделяйся. Ты должен быть... Вот, вы сейчас смотрите, какое описание, которое он дает. Это просто невероятно, да. И потому, когда будешь молиться, сокращай свою молитву. И пусть не видно будет в ней ни стремления твоего, ни старания. А придет к тебе... А когда придет к тебе желание познакомиться, позаниматься Торой, уедини в своем доме. И пусть не знает об этом никто, кроме самого Творца. И пусть не будет видно в тебе никаких добрых качеств. Представляйся ленивым, тяжелым на подъем, в делах служения, чтобы не прославился ты из-за них. И не потерял свои награды за них. Не наставляй людей добру, не предостерегай их от зла. Не обнаруживай перед ними своих знаний, никого не обучая им. И пусть не виден будет на тебе признак страха перед Богом или какой-нибудь знак твоего служения ему, чтобы люди не оказали тебе почести. Называется цадык не стар. Есть у нас такое понимание. Есть такое, значит, скрытый праведний. Он, как все, а на самом деле за этим простым человеком, даже грубым таким, кроется большое-большое праведнее. Скажите, это не идея, которая людей, которые уже на достойном уровне служения, как она, такая идея, она льстит ему, она привлекает его, захватывает его дух. Что еще буду показывать, что я праведник? Что человеком таким может быть? Смотрите, на чем работает тут это дурное погружение? Как оно могло, как оно взять этого человека разумного, явно разумного, который учит, понимает, умеет молиться, все-все, а вода-тошем его настоящий? На что он его купил? Он его купил на очень-очень тонкой, это тонкости души, понимания, что там внутри находится, что на самом деле, на самом деле, то, что человека там внутри, руководит им. Есть одно общее название, называется эго. А более конкретное, это оценка своей личности, которую, может быть, мы все время ищем вне себя, вот как раньше мы обсуждали. Поэтому мы зависимы в нашем служении, от всех остальных, меня хвалят, не хвалят, замечают, не замечают. А тут уже уровень повыше. Он независим от других, он становится зависим от себя. Теперь, теперь, а чего? Потому что, потому что, потому что, потому что, если он, если он дошел до этого уровня, Абудат Ашим, да, и при этом еще, что называется, еще добился того, что никто еще не знает, что это, на самом деле, кажется нам, как, если мы говорим о тему посвящения наших дел во имя Всевышнему, уж точно это высшая чуть ли не форма, это самый большой уровень исполнения, который есть. Вне людей, только я, только Бог знает, никто не должен знать об этом. Ой, в этом месте что происходит? Там, где он больше всего поднялся, он больше всего упал. Почему? Потому что сердце его в этом, что оно? Возгордилось. Возгордилось сердце, сидит, это дурное побуждение, говорит, молодец, отлично. Я ему вот это свое, то, что я и хотел добиться. Я не могу его ни с какой стороны подобраться к нему, он силен во всем. Но в этом, я загоню в сердце твое высокомерие. А человек высокомерный, он, как описано у нас, перевести это, мерзость в глазах Всевышнего. Несмотря на то, что его старое, с исполнением митцовой. Есть у нас здесь такое понятие, гавапними. Внутренняя гордыня. Человек, он скромный, он никогда никого не понимает. Ну, там внутри сидит, а кто эти люди вообще? Ну, я себе тихо, спокойно. А никого не понимает. А кто они вообще? Внутренняя гордыня. Кто знает от этой внутренней гордыни? А? Сам человек. Вы знаете, эти люди, которые, вот такие люди, они не осведомлены об этом. Они слепы. Это единственное место, единственная точка, где есть там полная слепота. Знает об этом только сам Бог. И такой человек ничего не понимает, почему так, почему такая судьба. Иногда не так. А иногда он просто получает чуть ли не как хороша, как негодник. До такой степени. Вот такие скрытые праведники могут оказаться. Придется это дурное побуждение, и пробудет у нас сердце такое желание быть таким скромным, таким, знаете, так сказать, человек не должен выделяться ни в чем, ни в чем. Поэтому, когда мы говорили, что дурное побуждение, оно намечает себе как цель расставить ловушку, я человека, чтобы оно стало высокомерным, то это для исключительных людей. А чуть ниже, это все гораздо прожже. Ведь цель этого побуждения дурного, она очень простая. Сбить человека с толку, не дать ему исполнять митсу. Смотрите, как это достигается, это очень просто. Ведь что приходится человеку сделать? Когда ему придет эта мысль в голову, и он восхитится ей, он будет воодушевлен. Ну, конечно же, служение должно быть скрыто от глаз людей. Если во имя Бога, только для Него, никто не должен знать об этом, и тогда что? Он говорит, я же не могу молиться час, как я должен молиться. Я знаю, молитва шмонайсера у меня идет полчаса. Есть люди, которые полчаса молятся, молитву шмонайсера, которые другие могут ее оттороторить и ровно за одну минуту. Есть, которые молятся, одна минута, посмотрите на часы, молитву шмонайсера. А другие стоят полчаса. Как это так? Давайте. Сюда это получается. Теперь, он хочет молиться, как положено, но смотрит, он пришел в меня, Штибл, там все молятся где-то чик-чак за 5 минут, 10 минут, закончилась молитва. Теперь, но он же не может себе позволить, чтобы прославиться праведником, и он, значит, уже поменялся один меня, второй, третий, а он все еще стоит молится. Иначе они будут обращать на него внимание, будут говорить, смотрите, вот это праведный, вот это, вот это, значит, надо избежать. Поэтому он что делает? Он молится, как все. Хорошо. Теперь, что дальше? Он хочет учиться, он пойдет учиться в синагогу? Не, там увидят, что я учусь, подумают, что я еще большой знаток Торы. Я, конечно, знаток Торы, но я не хочу, чтобы меня видели, понимаете? Поэтому я буду учиться дома, чтобы меня никто не видел. И так во всех основных делах представляется ленивым, тяжелым на подъем в делах служения, чтобы не прославился ты из них и не потерял свои награды из них. То есть, все это лят, лят, надо, в синагогу не надо бежать, а наоборот, из нее можно, да, как все, как все. Не наставляя людей к добру, не предоставляя их от зла, не обнаруживая перед ними своих знаний. Естественно, что не надо показать свои знания, не надо говорить о Торе или там о Аллахе, никого не надо обучать. Он говорит, будь как все. А смотрите, что дальше происходит. Это еще не все, это только в исполнении повелений. А в жизни остальной, которая есть, дополняет, говорит он, слушайте, и для полноты усердия твоего, в чем, в сокрытии этих добрых дел, заведи дружбу с людьми самого разного сорта и веди себя согласно их обычаям. Ходи путями их и тропами их. Что за пути? Что за люди? Сейчас слушайте, смотрите, ничего не изменилось от тысячелетий. Ничего. Слушайте, все, наша жизнь. Ходи путя их и тропами их, мешая правду с шутовством, и не будь слишком щепетилем в обмане и клятвах. Войди в их компанию, чтобы есть, пить, отгадывать загадки, пустословить, насмешничать с ними, обсуждать дела людей, сплетничать о них. И делай все, что уничтожит среди людей твою репутацию человека, отрешеного до этого мира. Будь как все. Сейчас тут называется Нехман. Нормально. Будь таким хорошим, приятным парнем всем, чтобы не мешанникам. Тихо, спокойно такой. Улыбается, все смеются, он смеется, все пояснили, он тоже. Там шутовство, он тоже шутки, анекдоты, все, 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 как все остальные. А у нас что, не так получается? Вы заметили о том, что, например, может быть, еще в рамках, когда человек находится, я знаю, там, в среде гомогенной, религиозной, где есть какие-то, знаете, в рамки. Одно поведение. Поехал на работу, там, как бы, другой сорок людей. И он же не хочет, такой праведник, быть, вот, славиться праведностью своей. Что он сделает? Хочет пойти, как все. Не потому, что ему хочется, как все, пойти. Нет, это его решение, которое он принял разумом, как идеологическое, правильное поведение, которое необходимо для того, чтобы я действительно был скрытым праведником. Я буду с ними говорить их глупости, буду говорить ни о чем. О чем люди говорят? Обратили внимание, что попадете сейчас вот, а можно сойти с ума? О чем люди говорят? Ни о чем. Что-то где-то произошло, а ты слышал, а со мной такое произошло, ты слышал, ну, ты кончишься, я тебе расскажу, что со мной еще раз еще произошло. А вот насчет поехать сюда, отсюда вернуться, там дешевле, то ты уже, можно, это, это, можно, это, от таких разговоров. Человек во всем этом находится. И, и, спокойно, значит, тут вкуснее, там можно выпить, отгадай, тут пустословие, это смешничество. Ой, основное сплетня о других людях, это сладкое и хорошо. И что с таким человеком? С таким человеком он чувствует себя о том, что он скрывает свое истинное лицо праведника. И тогда что? Мы сказали, это низкий уровень. И тогда то же самое дурное побуждение. Это оно, оно там сидит на заборе, смотрит на это. Радуется, потирает себе руки. Почему? Потому что, потому что, что произойдет. И если ты последуешь советом своего дурного побуждения всем этом, то он отнимет у тебя твою веру. Так что ты не почувствуешь этого, слушайте, не почувствуешь даже. Верно, ты будешь крепок, ты все, но ты сейчас хочешь быть уже скрытым праведником, поэтому тебе приходится иметь дело с этим и вести себя как другой. А, а с кем повелся? С кем поведешься? А того и наберешься. Все очень просто работает. Очень просто работает. То есть постепенно, незаметно, вся твоя праведность, она сойдет к ничту. Исчезнет. Так, приканчивая тебя, то я говорю, захотел быть большим праведником, отлично, захотел быть еще скрытым праведником, все. Он дает, говорит, надо быть скрытым, все, прикончил его. Он стал начинать, начал быть скрытым, пошел за всеми этими второстепенными делами и съехал постепенно так, что даже и не заметил этого. Как выйти? Как бороться с этим? Говорит Рабейн Бахья. Снова. Чуть-чуть света изгоняет много тьмы. Разум, он единственный, который может спасти человека, что он должен себе сказать. Так ты должен ему сказать. Не прикидывайся передо мной моим другом. Обратите внимание, что беседа со своим дурным побуждением должно быть частью нашей жизни. Я всколько это замечаю. Зайдем до стекла снова. Практически всех долей Сраиля. И кто-то со стороны, может быть, в наше время мог бы их еще соотнести с людьми, которых надо поместить в заведение. Устранить от человеческого общества. Они говорили самим собой. Не было никого другого, они говорили. Хавесхай все время говорил самим собой. С кем он говорил? Он говорил со своим дурным побуждением. Это же был напарник Хеврута практически. Так вот, с ним надо говорить. Надо говорить. Надо говорить с Богом. С одной стороны. С другой говорить с другим побуждением. К нему обращаться с молитвой, с просьбой, с восхвалением. А с другому с военными действиями. Помните, мы говорили о том, что это для чего он существует? Воевать с ним. Человек должен быть бойцом. Все время должен быть бойцом. Все время воевать. С кем? Со своим дурным началом. Так вот, разговор с ним каким должен быть? Силой разума это твое оружие, единственное, которое у тебя есть. Все остальное захвачено в плену. Разум единственный, который способен время от времени проблеск дать ему бой. Такое, что должен сказать. Не прикидывайся передо мной моим другом. Ты уже помогал моим врагам, ведя со мной войну и пытаясь хитрыми уловками уничтожить мою силу и ускорить мое падение. Неужели я, спасаясь бегством от малого огня, то есть, от опасности, связанных с тем, что я заслужу расположение людей и доброе имя своим служением Всевышнему, обязан прыгнуть в большой огонь? То есть, забросив служение вообще? Я не убегаю от любви к Всевышнему и служения ее от почета, связанных с этим, а только избегаю угодничества перед людьми. Ты же приказываешь мне угождать им, отказываясь от служения Всевышнему вообще? Ну, я разгадал твои намерения. Сила разума, она единственная, которая способна противостоять дурному побуждению. Единственное. Видите, простой аргумент. В принципе, как я оказался вообще в роли этого скрытого праведника? Как? Я же хотел убежать от показухи, исполнения заповедей для произведения впечатлений на других людей. Ну, так он меня взял в другую крайность. Но это крайне, к чему должна привести скрытого праведника, что я постепенно-постепенно вообще скачусь и вообще не буду ничего исполнять. Что должен разум сказать? Смотри, что ты делаешь? Что-то прикидывайся моим другом. Ты меня из малого огня, когда я, по крайней мере, называется лолошем шамаем, я не во имя Всевышнего, но я хотя бы исполняю, куда ты меня хочешь сейчас отправить? В полный огонь? Чтобы я вообще сгорел? Чтобы я вообще прекратил? Ты мне не друг. Можно изгнать себя, ибо от этих советов перестать это делать. Надо знать только так, борется с яцараром. Нет, невозможно, невозможно. Только силой разума можно его отогнать, даже хоть чуть-чуть. Дурного побуждения всегда, оно одевается в эту, как его, рясу называют. Он в одежду праведности твоего друга, твоего лучшего поклонника, за тебя вместе с тобой. А надо знать простое правило. Не только человек, не только вот это дурное побуждение, но и люди, которые представлены в этом мире этим дурным побуждением. Мы их называем негодники, рашаим, не знаю как, негодник, типа это, грешник, не знаю, злодей. У нас, если он имеет только такую хазака, называется, он зарекомендованный такой, то есть известно. В наше время очень тяжело, чтобы не попутать, очень тяжело знать, кто тут, знаешь, злодей, как положено. Даже он придет и скажет, в самых лучших намерениях что-то помочь, что-то дать, угодить, гнать его на месте. На месте. Тысяча примеров. Когда Изра-Софер, он вернулся из Вавилона в Арзис Раэль в надежде построить второй храм, пришли шомраны, куты, с хорошим предложением о том, что давайте мы поможем. Мы же тоже, мы вместе, мы же соблюдаем, у нас та же как бы тура, мы тоже хотим быть причастны к этому, сказать, что-то плохого в этом. Он сказал, ничего, целая тема, ни в коем случае. А то они пошли, пожаловались о царю, отложили это больше, чем на 10 лет строительства храма. И он не сдавался. Воевали против них. Постоянно ничего. Почему? Потому что, а святой не может идти вместе с несвятым. Не идет вместе. Не идет. Тысяча примеров такие, которые... Приду еще один пример. Как работает ЭЦРР? Знаменитый пример. Очень-очень важный, интересный пример, просто для понимания, что вообще, до какой степени и куда это может зайти. Вот все мы знаем о том, что есть у нас Ишивот, Ишива, место, где еврей учится. Приходит к одному определенному возрасту, это в скобках наш еврейский университет, и там мы учимся, мы можем учиться там всю жизнь. То есть место, где все вместе находимся в одном, не знаю, там помещении, и у нас есть Хеврута, и мы все вместе учимся. По большому счету, Ишива в той форме, в которой есть сейчас, это изобретение последних столетий. Когда она началась? До этого в Европе и во всех остальных частях сто тысячелетиями не было Ишивы вот в той форме, как есть сейчас. А как учились? Учились по... был Меламдим, были учителя, которые обучали, и всегда был ученик и был учитель. И Большой Раввин имел ученика, и учился с ним. Учились дома, учились в другом месте, в синагоге они... Ишивы, как такой Ишивы, что все вместе, и ели вместе, и учились вместе, не было. Все слышали про рабы Хаэми Воложина. Он был учеником Гаона из Вильна. Гаона из Вильна уже слышали много. Немногие знают, что Хаэми Воложин был... Гаон Геонимум был гениальнейшим человеком, он мог весь ШАС, весь Талмуд пройти за несколько дней, только чтобы просто пройти от начала до конца. Совершенно феноменальными способностями обладать. В один прекрасный день он приходит к Гаону из Вильна и говорит ему, что у него есть большая, очень-очень-очень важная идея появилась сделать Ишиву. И объяснил ему, в каком снова положении находится народ Израиля, Ишива может спасти, и все, что жалко времени. Объясняет ситуацию, которая есть. Проблема, проблему надо решать. Это может решить Ишива. И описал, как эта Ишива должна действовать, как она должна быть организована. Все это описал Гаона из Вильна. Гаон вил его рэбе. А он сам по себе, несмотря на его возраст, уже преклонный. Тем не менее, любой вопрос он спрашивал своего рэбе. Гаона из Вильна выслушал. Не надо открывать Ишива. Не надо открывать Ишива. Раб сказал, что не надо. Значит, не надо. Через два года, через два года, он снова приходит к Гаона из Вильна. Практически с такой же речью. Один-один. И снова предлагает открыть Ишива. Гаона из Вильна, отличная идея. Давай, открывай. Спросил у Рабихаэм. Ну, обучи меня, мой учитель. Я пришел к тебе два года назад. Все то же самое, ты сказал нет. Сейчас я говорю все то же самое, ты говоришь да. В чем разница? Говорит, я тебе скажу, в чем разница. Два года назад, когда ты пришел, ты был полон энтузиазма. Ты был просто... Вся душа твоя просто кричала, надо открывать Ишиву. Ну, когда я слышу подобную вещь, то, по-видимому, самое... Это называется, не ты один участник в этом. Тебя кто-то еще дополнительно мальгив, тебя кто-то дополнительно подогревает, воодушевляет. Предает им. И, по-видимому, это единственное, которое может быть. Это тот называемый дурное побуждение. А там, где оно участвует, там то, что относится к святости, оно никогда не возникнет. Оно не может. После этих слов была открыта первая Ишива, которая прообраз всех Ишив, которые есть сейчас в этом мире. Называется Ишиват Валожин. Самая знаменитая, которая есть, называется «Праматерь всех Ишив, которые есть». Эм-Коля Ишива. Два года она была, она отсрочила все открытие. Почему? Потому что Гоан из Вильна почувствовал, что в момент, когда эта идея пришла в голову, у этой идеи были, что называется, партнеры. А если эти партнеры не из, называется, из стороны чистоты, то они из другой стороны не чистоты. А таких нам партнеров не надо. Кто такой степень? Как надо бояться? Как надо быть чувствительным? В принципе, человек все равно должен проверять себя. Он должен проверять митцвот, который он выполняет. Есть какая-то примесь в этом? Понимаете, о том, что митцвот, который мы выполняем, у нас в голове о том, что митцва – это митцва. А это совсем не так. Знаете, сколько есть митцвот, которые человек может выполнять в свое удовольствие? Вообще, это тема сама по себе. Это, я не знаю, как-то мы ее то ли пропустили, то ли дальше она будет. Особенно это у болей чува. Я, извиняюсь, отклонюсь, но несколько минут от этого. Это очень важная тема, что мы ее только не пропустили. Когда мы приходим из мира внешнего в мир, вот, в еврейский, то есть вещи, которые как-то нам по душе исполнять, а есть, которые очень тяжело. Есть, которые мы принимаем, что называется, по душе, и хорошо пошло, хорошо идет, очень хорошо идет. Делаем акцент на это. Человек может почувствовать о том, что делает самое богоугодное дело – исполнение митцвот. Все идет очень хорошо. А на самом деле… А на самом деле не понимает же о том, что даже митцвот человек может делать, называется, в себе, в угодное, в бытовое, в вожделение свое. В вешиве, где, там, много уже лет прошло, было два парня, которые, они, да, отрастили себе пейс, и сразу такие, понимаешь, религиозные люди. Они… У них был тахбив, хобби называется. Они ходили литболь, литболь – это окунаться в микву, но есть, знаете, у миквы есть миква, есть миква живая, называется. Вот, от родниковых. Так они вокруг Иерусалима, они… Все миквы, все эти родники, которые есть, где есть живая вода, как ее называют, куда можно окунуться, есть какой-то объем, водообъем, в который можно поместиться. Они туда ходили, они ходили, так сказать, перед субботой, иногда утром, иногда туда-сюда. Теперь есть у нас большая проблема, более чем какая. Мы не совсем разбираемся в начале, по крайней мере, в самом начале. А Турана, она… Непонятно, что и что. Понимаете? Что значит «иметься»? Есть, называется… Есть корень. Есть, 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 есть ствол, да. А есть ветви, а есть… Есть то, что называется доурайта, из самой Торы. Это то, что не двигается никуда. Это нельзя, это можно, законы, которые есть, вообще никакой, никакого… Махлокет нет никаких по поводу законов Торы, самой, из самой Торы нет никаких споров у мудрецов. Единственные споры, которые есть, из какого места это учить, где это намекнуто. Теперь. Но кроме этого, есть у нас дополнительно к этому законы, которые мудрецы окружили, законы Торы. Это законы Дарабанан. Теперь. Они приравниваются, так как они окружают, они охраняют сами законы Торы. Они приравниваются к законам Торы. Их надо строго соблюдать. Но надо знать, что есть что. И это, кстати, помогает многие раз понять, почему те мудрецы, которые установили ограду закону, они могут сами изменить эту ограду закону, в отличие от законов, которые из Торы, которые они не меняют, и не могут поменять. А мы можем прийти в заблуждение, наблюдая, а тут манки бизнес какие-то. Значит, они там, это можно, а если у вас сильно хочется, то нельзя, а если сильно хочется, то можно. Надо знать, в какой случай это речь идет. Если уже дарабанан, то это уже в их руках, в исключительных ситуациях можно и закон поменять теперь. Но самая основная проблема в том, что есть у нас законы из Торы, законы, которые установили мудрецы, а есть то, что называется токанон, токанон, всякие разные дополнительные законы, которые мудрецы установили для пользы человеку, просто для, они непосредственно исходят из Торы, они для, 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 для использования более, я знаю, экономичного, более оптимального, всяких разных средств, которые есть в мире. И плюс, всякие разные минхагимы, минхагимы это традиции. Вы обратили в виду, например, есть разные обычаи, которые есть у сфарадим, у таймани, у ашкеназимы, все как-то вот идите на свадьбу, у одних так проходит, так походит, и так походит, все по-разному. Да, самые разные традиции. Теперь. Мы не понимаем, где, где, где традиция, где, причем традиция порой, она бывает чуть ли не в районе город один так, а город другой так, а третий по-другому. Да, такой степень. И вдруг, что мы начинаем делать? Не понимая, что и что, мы начинаем цепляться за исполнение традиции, и не исполняем, даже не знаем, что мы нарушаем закон Историй. Слышите, где проблема у нас может быть? Ой-ой-ой-ой. Тут, вон, теперь. Еще чуть повыше заберемся, выше еще проблема, которая на всем этом непонимание, она тоже держится и кроется. Она стоит на этом. Что человек может, начиная этот путь, он будет придавать большее значение вот каким-то традициям и усложнением хумра. Это устражением митцвот. И тогда он вообще может перейти совершенно другую границу. Он будет соблюдать устрожнение митцвы, не исполняя своему митцву. Понимаете? Это такой степень. Вы видели людей, которые ходят утром на митву? Теперь они еще не просто так, они ставят полотенца, чтобы все видели, что они ходят в митву. Да, они, так сказать, это традиция благочестия. Действительно, начать день с митвы – это большое дело. Но при этом они опаздывают на молитву. И опаздывают на молитву, они приходятся им таскать быстро-быстро-быстро скомкать ее, практически не исполняют основное. А то, что подготовку сделать основной. Точно так же, как те, которые ходили, искали эти майонот, родники эти вокруг Иерусалима, окунаясь туда, в живую воду, действительно, предпочтительно это, чем обыкновенная мыква. Но при этом они теряли огромное количество времени, называется битуль-тура. Они же, вы уже, это, вы же в Ишиве уже учитесь, да? Что же вы не сидите там, что-то не учитесь? Потому что вам приятнее, в удовольствие пойти в этот родник и окунуться. И они еще ходили с ощущением, что выполняют самую большую митву. А тут возможности обмануть себя безгранично. Проверка всему. Человек должен знать, это проходит экзамен разума, да или нет. Давай спросим этих ребят, скажите им, мать, что вы это самое-то, что вы ходили в эти родники искали, что вы искали? Ра, вы не понимаете, мне хорошо от этого. Товли. По-русски так не говорят, если что-то подобное, да? Мне в удовольствие, да, по-русски говорят, в удовольствие. Да мне в удовольствие. А, в удовольствие. То есть у вас нету рационального объяснения. А, нету рационального объяснения? Это не проходит экзамена разума, но значит, это, чтобы знали 100% от самого дурного повреждения. У нас проверка всему проходит, рационализацию дали нет. Причем рационализация, которая сама должна стоять под проверкой постоянной, чтобы человек себя не обдурил этой рационализацией. Потому что он всегда делает, что он хочет. И при этом после этого только уже находит соответствующее подтверждение логическое своим поступкам. В любом случае, а исполнение по ощущению, хорошо, мне приятно, а, в удовольствие, это и есть, называется таова, это есть вожделение. Что такое вожделение? Приятно. Хорошо. Получается, что исполнение митцвы, оно всецело было какое? В себе в удовольствие, в вожделение собой. Есть люди грубые, да? Для них покушать, попить, развлечься, поехать туда-сюда. Да? А другим людям, вы не понимаете, им в удовольствие, понимаешь, в удовольствие? Каббала. Каббала в удовольствие. Они сидят, они готовы в три ночи каждый день вставать. В удовольствие. Да, действительно, люди с большой душевой. Негрубые люди, утонченные. С шампанским. Каббала плюс шампанское. Что-то такое вкусное там. Или в коллективе мужчин и женщин очень приятно. Каббала идет. Поговорите интеллектуально, хорошо, высокие идеи. Это доставляет удовольствие. Но эти удовольствия точно такое же вожделение. Точно такое же вожделение. Для них вожделение телесное дает приятно. А для этих более духовное дает приятно. Поговорить о чем-то духовном составляет удовольствие. И то, и другое – это вожделение. И то, и другое. Одно низкое, другое более высокое. И то, и другое, оно не во имя Всевышнего. Вообще. А только работает, что называется, на себя. Сейчас, может быть, дальше мы забегаем вперед, сказать. Тема – это сама по себе. Очень-очень важная, огромная. Человек никогда не пошел по пути своего дурного побуждения, которое заводит его в эту ловушку, оставляя его полностью слепоти. Человек ходит с ощущением, что он там все соблюдает. Вот наоборот, еще устрожил это, а это устрожил. Вот такой-сякой правник. А, все это на самом деле одна-одна-одна ловушка дурного побуждения. Теперь. Какой следующий вопрос надо спросить? Мы с вами разобрали. Очень-очень важная деталь. Что если человек хочет устраниться от показухи, то его поджидает большая опасность. С другой стороны придет Яцарара и скажет ему, то будь праведником, только все скрывай. И он начинает все скрывать, и мы сказали, к чему это может привести. Но принципиальный вопрос о скрытии своих поступков, он остается. Ну вот скажите, человек действительно поднимается по каким-то ступенькам праведности. Это надо скрывать? А ну по сути. Или надо, чтобы действительно все это видели? Вот это вопрос, который сейчас разбирает Арабейну Бах. Это один из вопросов, который касается каждого из нас. Потому что для нас, для многих стоит вопрос. Стоит вопрос показухи, вопрос зависимости от других людей. И порой даже непонимание, как я должен это по отношению к самому себе видеть, свое исполнение, остается какой-то неопределенный. Сейчас получим полную определенность. Спрашивает Арабейну Бах, это так. Какие же дела следовало бы скрывать от окружающих? Какие дела? Отвечает. Те, которые могут быть исполнены от начала до конца так, чтобы никто о них не узнал. От начала и до конца. А, вы уже хотите, вы уже хотите. То в принципе, как общая идея, то действительно служение во имя Всевышнего, посвящение всех дел во имя Всевышнего, оно действительно предполагает, чтобы другие люди не обязательно должны знать это. Узнали, узнали. Но изначально у меня намерения не должно быть, чтобы другие люди знали. При этом имеется в виду, что они должны быть исполнены от начала до конца, так, чтобы никто о них не знал. Потому что всегда тот же самый Ецарь, он скроет, может быть, да-да, как я начал, но как я кончу, это я же хочу, чтобы все увидели. Или наоборот, как начало, чтобы хотя бы люди увидели, что я иду занять миссу, а уже как закончу, я скрыла. Есть много путей, то ли так, то ли так. Он говорит, что это значит скрыть? Скрыть – это значит от начала и до конца скрыть. «Но что касается таких дел, как совместная молитва, наставление людей на путь добра и предостережение от зла, изучение мудрости Торы, помощь ближнему и тому подобное, было бы совершенно неверным оставлять их и не исполнять из боязни угодничество». Слышите? Вовсе нет. Вы не должны скрывать это. Если человек молится больше времени, чем не положено, он должен молиться больше времени. Учиться нужно так, чтобы все видели. У него он мудр, обучая других. Никто не скрывает и не должен скрывать это. Но я только обязан делать их во имя Всевышнего. И если люди станут восхвалять и почитать меня из-за них, это ничуть не уменьшит мои награды, поскольку они ради этого я исполняю их. Вот вам ответ. Человек учит Тору не для того, чтобы вы знали, что он большой мудрец, а потому что он учит Тору, потому что вот так Бог повелевает. То же самое в всех остальных делах. То есть снова получается, что все зависит от того, что у человека в сердце. Поэтому так важно, так важно, так важно получить правильный ориентир, правильную пропорцию, адекватное восприятие своего «я». Кто я такой? Чтобы у нас было полное независимость мнения людей, чтобы я мог соблюдать только по той единственной связи, по причине, что Творец мне повелевает. Это совершенно другое ощущение. Все по-другому воспринимается. Теперь слушайте определения, которые есть, просто невероятно, которые важны, надо знать. Правила, правила. Как вообще надо знать? Многие люди это спрашивают. То есть не все, не все. Сказал, многие надо. Редкие люди, но есть, которые спрашивают. Вот как знать, у меня правильное намерение или нет? Вот вы говорили, намерение такое, намерение такое. Иди знать. Во время урока было понятно. А вот сейчас выйду на улицу. Первый шаг сделаю в сторону каньона, или, может быть, в сторону, я знаю, чего-то другой. Куда? Куда я сейчас пойду? Образно говорю. Куда? В какую сторону меня потянет? Как я буду знать, когда я исполняю что-либо? Я исполняю действительно во имя Всевышнего, или все-таки примешано это дурное побуждение к этому? И туда я ходить не должен. Говорит так Рабейну Бахе. Если ты делаешь какое-то доброе дело, о котором известно людям, снова, то, что неизвестно, неизвестно. Это между тобой и твоим Творцом. А ты делаешь доброе дело, которое известно людям, то можешь проверить ее двумя способами. То есть, если ты хочешь проверить своих намерений, есть два способа проверить, чисто их намерен, да или нет. Слушайте, это фундамент. Фундамент на сейчас звучание. Это надо будет запомнить. Первый. Подумай о том, какую награду ты хотел бы получить за то дело. А самое основное, от кого? Чтобы мы могли подумать, задуматься. Представим, я иду сейчас выполнять митцву Бекур Холим. Бекур Холим – это посещение больного. Есть митцва. Теперь его невозможно сделать скрытым образом. Хотя бы в той причине, что ты приходишь наведать больного. Тяжело очень от него утаить, что ты его посещаешь. Ведь сама митцву Аса в том, именно что поговорить с ним, поднять его дух, помочь ему с лекарствами или с уходом, или еще с чем-либо. А ну, проверь себе. Ты какую награду хочешь получить? От кого? Если от Бога, то дело твое безупречно. А если того, кого-то другого, то нет. Вот у меня ответ. Проверка чистоты намерений, пожалуйста. Это так ясно, так просто. Это ты идешь делать митцву. На что ты надеешься? На то, что тебе скажут спасибо? Понимаете, где наша проблема? А потом он говорит, ой, какой неблагородный. Посмотрите, я помог этому, помог тому. Он даже мне спасибо не сказал. А, ты ждал спасибо? Значит, ты тем самым раскрыл свое намерение на свое... Себе в карман все? В свое удовольствие? Выполнение митцву? Вот вам, смотрите, что здесь произошло. Он мне спасибо не сказал. А почему должен был кто-то вам говорить спасибо? Вы его делали для чего это? Для своего удовольствия или для во имя Всевышнего? Кто делает во имя Всевышнего? Он в жизни, он в голову не придет ждать спасибо. То, что обязанность того человека сказать спасибо, это совершенно другая история. Это вообще другая сторона этого дела. Она обсуждается в другом, в другой теме. А сам человек, который сделает добро другому, или он исполняет какую-то митцву, он должен делать это вне какой-либо надежды получить что-то взамен, даже спасибо. Вот вам первая проверка. Второй способ проверки. Если бы ты должен был исполнить то же самое дело наедине с самим собой, чтобы никто больше не знал о нем, то делали бы ты его точно с таким же образом или нет? Спрашивает он. Ва-а-ай-вай-вай. Все, тут уже уложили сейчас наше дурное побуждение на лопатки. Почему? Потому что, а куда тут двинуться? А ну, проверяй. Давайте, предположим, человек делает, может быть, себе курхолим. Это не самый лучший сейчас пример. А человек, я знаю, там, решил, я знаю, там, молиться больше, чем нужно. Иметь намерение, да, занимает молитва больше времени. Проверяй. Если бы ты должен был бы исполнить то же самое дело наедине с собой. То есть, ты молишься в Миньяне. Вокруг тебя много людей. Раскачивается, бьет себя в грудь. Видно, человек молится. Все уже разошлись, а он все еще продолжает молиться. А ну, прикинь, если бы ты молился один, ты бы точно так же бы молился бы. Так же вынося руки, так же вязь себя в грудь. Столько же времени, да или нет. Вот вам проверка на чистоту. Сто процентов. Никуда невозможно удрать от этого. Прикинь. Если да, ну, значит, твое намерение чистое. Если нет, ну, 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 видишь, все примешивано. Примешано с этим дурным побуждением. Если станет ясно тебе, что да, то оно безупречно. И ты должен делать много добрых и других подобных ему дел. То есть, видите, это поощряемо. То есть, человек делает, и у него в сердце это только, и никто, что в сердце не видит, это поощряемо. А если нет, то оставь его, пока твое сердце не очистится настолько, что ты сможешь обратить его к Всевышнему, и тогда сможешь победить свое дурное побуждение. Естественно, имеется, оставить его не относится к то, что называется, икарадин. Исполнение митцвов таких, как они есть, и старые. Об этом вообще ничего не обсуждается. Надо исполнять, хочешь, не хочешь. А имеется в виду гидурим, все вокруг этого. И завершая это, изюминка добавляет он и говорит так, смотри. Если твое дурное побуждение не сумеет победить тебя, описанным высшим путем, она станет действовать более тонко и изощренно в сфере, связанной с наградой и наказанием, как в этом мире, так и в будущем. Она скажет тебе, вот ты один из праведников у Творца, возлюбленное сокровище его. Ты достоин награды и в этом мире, и в будущем. Ты должен проявлять старания, настолько хватит сил Твоих, в надежде, что сумеешь достичь награды посредством своих добрых дел и усердия в служении Богу. Пусть предстанет награда перед взором Твоим, и положи все свои силы, чтобы достичь ее, ибо это вершина счастья Твоего и радости. И сказал царь Давид, свет посеян для праведников и для искренних сердцем радость. Вай, вай, вай. Что тогда, что сделать, я царара, когда человек победит его и в этом, оставит его в покое? Он, все проверено. Молиться один при всех, то же самое. Проверил, для кого и награды он сделал, сказать, во имя кого, для Бога, не для кого-то. Я не жду никакого спасибо за мое исполнение. Что сделать тогда? Что осталось? Что осталось вообще этому дурному побуждению? Что ему осталось? Вон, вон, совершенно сиди спокойно. Все это, давай, сейчас посмотрим, посмотрим. Что посмотрим? Он говорит, смотри. Пссс, вау, так ты действительно праведник. Выполняешь, никто не видит, точно так же все выполняет. Ты действительно праведник. Ну, если ты хочешь быть праведником, а ну, вложи все свои силы. Такие, как ты, должны до конца. Слышите, что такое до конца? До конца своих сил. И тогда происходит то, что мы видим. Может быть, у нашего брата меньше, но мы часто видим такой обещавод, когда парень чувствует, что он поднимается, второе поднимается, поднимается. И он вдруг начинает думать, что он как, а он извильно, он будет спать себе, я знаю, там, четыре раза по полчаса в сутки, и все. Делает мишмар всю ночь, учится. Надо учиться, надо то, загоняет себя до конца, и вдруг смотришь, у него мозг перестает работать. Вообще ничего не понимает. Таких встречают случаи один, еще один, еще один, еще один. Или, или просто вдруг, как сказать, какое падение, и нет никакого уже желания вообще не учиться, ничего, жить нет. Что сделает Сарара? Не мог подойти к этому человеку ни с какой стороны, но с одной стороны нашел ему подход еще какой, нашел перца, нашел этот щель, куда просунуть ногу. Наоборот, с какой самой хорошей стороны, ты праведник, ты цадик, ты просто, ну, 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 нет подобного тебе, ты сокровища Всевышнего. Ну, смотри, на тебя же весь мир смотрит, от тебя весь мир зависит. Работай, учись. 24 часа в сутки, без перерыва, пока ты не не законишь свою, свою, свою карьеру. Но если ты прислушаешься к своему дурному побуждению, будешь полагаться на его слова, то оно склонит тебя вместе со служением явным Богу к служению тайному. Кому-то еще, помимо него, а именно самому себе в стремлении твоем к тому, что доставляет наслаждение, радость, удаляет тревогу и печаль. Вы слышите, вот о чем мы говорили, мы просто это, сказать, не сказали, это явный фон. Вот о чем мы говорили. Тут само слово, об этом мы говорили. Если ты прислушаешься к своему дурному началу побуждению этому и будешь полагаться на его слова, то оно склонит тебя вместе со служением явным Богу к служению тайному. Понимаете, есть еще и тайное служение. Мы уже перечисляли, это как может произойти. Когда человек будет думать, что он, так сказать, выполняет повеление Творца, на самом деле это служение чему-то тайному, какому тайному, что еще есть, кроме него. кроме него, кроме него и сам человек работает на самого себя, к стремлении твоем, к тому, что доставляет наслаждение, радость и удаляет тревогу и печаль. Действительно, нет более точного определения этого. Потому что, как мы говорим, когда человек получает наслаждение от духовного, я живу духовной жизнью, я не как эти. А, ты не как эти? Почему это делаешь? А потому что, иначе тебе, ты это, сказать, есть люди, которые с потребностью, они же сойдут с ума от скуки или от отсутствия смысла жизни. Так они должны чем-то заниматься, учиться, познавать, это все. В свое удовольствие. Они работают на самих себя. Это низкий уровень. А тут описывается высокий уровень, когда человек будет учиться, 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 учиться. А там внутри может что оказаться, что на самом деле его учатся, потому что доставляет его наслаждение и радость. И почему позволяет удалиться от тревоги и печали, прекратить учиться, почувствовать депрессненно. Тяжело. А? Учебу идешь, смотришь, ах, приятно, хорошо. И то, что ты служишь ради награды, означает, что без надежды на нее ты не признал бы великих благ, постоянно даруемых тобой Богом, не считал бы свою обязанность служить ему в благодарность за них и не соглашался бы с тем, что он достой нашего служения из-за величия его могущества и знаков великой мудрости его. То, это тема, которую надо ее, так сказать, продолжить. Об этом сказали наши мудрецы. Будь благословенна их память, служение, служите Всевышнему, не как те рабы, которые служат хозяину надежды на награду, а как те рабы, которые служат ему, не надеясь на награду. Это то предостережение, которое Игнаши Сохаль сказал еще тысячелетия назад, которое подводит итог всей этой темы. Еще тогда, видите, это тысячелетие назад уже было ясно, куда дурное побуждение может провести человека и нужно служить не в надежде ни на какую награду. Это единственное спасение, которое есть, которое даст человеку действительно посвятить все его дела Всевышнему. Дай Бог, чтобы мы удостоились хотя бы части всего этого и наше служение, но было действительно воистину во имя Всевышнего. Всего доброго. Привет из Руссулема. Руссулема. Продолжение следует...